Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нахожусь в очень непростой для меня ситуации и хочу выговориться и прощу вас советом. Мне 31 год, есть муж, в браке почти 8 лет и любимый сын. Я скажу честно, с моей стороны в браке любовь кончилась. А путь в свое время много слышала, много было обиды, бросала, наоскорбляла, грязи много было, но семью сохранили. Виной были компьютерные игры мужа, финансовые проблемы большие. Пребенок любит родителей моего, живем дальше, но стал тем любящим мужем, как им был в начале брака и до брака. Я внутри умерла, вот уже пару лет из меня утекают силы и радость. Я работаю, занимаюсь домом, купила квартиру, машину, участок. Да, муж не из тех мужчин, кого называют главой семьи. И да, он работает, но это его предел, и я это приняла. Дома тихо и мирно, но я плачу, когда совсем силы сдают, и я нахожусь в одной прямой жизни, не позволяя этого. Плачу от дисходности. Раньше мы думали о втором ребенке, муж созрел, а я, я ужасный человек. Я стараюсь быть хорошей женой матерью, и вот за детушка, я задохнулась от ужаса. В эти годы я так выжатый, я так усталый, я опустошил, и что нагрузка беременности представилась мне концом света. Мы никуда не ходим, никуда не ездим или путешествуем, только маленькие поездки для ребенка и детские представления. У меня нет отдыха, есть работа, работа дома и все. Да, я приняла решение ходить одна, но будут обиды, я устала тащить мужа за руку, куда-то мне это не надо. Меня дошнила дурица, я не знала, что делать теперь, я не путаю аборты, я за ответственную беременность. Но мой мозг и тело впали в панику. Как работать? У меня тяжелая работа в травматологии, я медсестра, у нас очень много лежащих больных. Как жить? Ищи нагрузка на тело, токсикоз, ничего не успела, ремонт не успела, не готова. Самое главное родить от нелюбимого человека. Да, он любит нас с сыном, я о разводе речи нет, но и пересилить я себя не могу. Возможно, сказывается сильная усталость, возможно, что-то другое. Самое страшное, что тело отреагировало на мои плохие мысли, беременность остановилась. Муж ходит грустный, якобы спрятался, в кем напою плакать и кричать. Ведь это... Я виновата, я не хотела этого малыша. Очень плохо и очень больно, но жизнь для меня словно заканчивается в среде и череда таких же лет, как сейчас. Могло бы быть два малыша, я не справилась, не захотела. Я даже не знаю, какого совета просить у вас, я не знаю, как жить дальше, ведь это жизнь на автомате. От этого только грустнее. Ну, наверное, здесь нужно сказать, что советы психологи не дают, советов психологи не дают, поэтому в любом случае совет мы вам давать не будем. По крайней мере, я давать советов вам не буду точно. Я бы, наверное, разделил как-то вот на некоторые части свой ответ. И первое, что я хочу сказать, это то, что вы находитесь сейчас, на данный момент, в определенном состоянии, психоэмоциональном состоянии. Тяжелом. И вам необходимо это состояние прожить. Про плакать, прокричать, если угодно. Только кому-то. Прожить эти чувства. Потому что мне кажется, что их у вас настолько много, что вы не очень понимаете вообще, а с чем, собственно говоря, это все связано. Ну, вообще, какова причина. И проживание чувств к кому-то, а вы производите впечатление очень одинокого человека. Это важная для вас история. Вы говорите, вы пишете, точнее, что хотите выговориться. Правда в том, что таким образом, таким способом, который вы выбрали, вы не сделаете этого. То есть вы не выговоритесь через написание текста. Поэтому, либо вам нужно обратиться к психологу и выговориться, прожить свои чувства. Невозможно несколько, несколько консультаций, а может быть и больше на это уйдет. Вот, проговорить обиды, проговорить все эти чувства, что накопились. Можно сделать так. Либо найти кого-то из своего окружения адекватного, кто мог бы вас так и послушать. Вот, послушать и, соответственно, дать какую-то адекватную обратную связь. Мне кажется, что отсутствие адекватной обратной связи тоже здесь, в данном конкретном случае, сказывается. Снять эмоциональный тонус вам необходимо для того, чтобы лучше после понимать, что происходит, что вам делать и так далее. По поводу усталости и, вот, в целом, вашего физического состояния, не касаемо беременности, я бы здесь рекомендовал обратиться к врачу, проверить, все ли у вас в порядке. Вот, невролог, клинический психолог, вот, нет ли у вас депрессии или есть чего-то еще. Ну, в целом, по здоровью, может быть, проверить. Что касается замерзшей беременности, здесь, конечно, травма и тоже необходимо эту боль прожить. Вот, есть, правда, здесь нюанс, согласно которому вряд ли конкретно, конкретно ребенок здесь фигурирует в качестве жертвы, я имею в виду неродивщица, потому что, скорее всего, плод ваш еще не сформировал, слишком мало времени прошло. Вот. Это аргумент абсолютно так себе, но просто, как бы, вот, то, что можно сделать сейчас, не общаясь с вами, вот, в качестве, может быть, такого некоторого утешения для вас, может быть, роль сыграет, но то, что вам, опять же, повторюсь, больно от того, что произошло, это совершенно очевидно, как очевидно, и то, что, ну, как бы, написав этот текст, да, вы никак, скорее всего, от боли избавиться не смогли. Это, что касается ситуации про эму, про ваши чувства. Что касается ситуации более обзорной, более обзорной, если говорить как-то более обзорно о том, вот, что вы описываете, да, то, ну, в первую очередь здесь почему-то идёт речь о жертве. То есть, вот, вся ваша история, это какая-то, это какая-то жертвенность, это жертвенность с последующей обидой и снова жертвенность. И вопреки тому, что вы как раз-таки в своём тексте приводите аргументы в пользу того, что вы ответственный человек, как раз-таки складывается такое чувство, что вы человек безответственный, по крайней мере, с точки зрения личности. То есть, вот, с личностной точки зрения вы приводите впечатление, к сожалению, человека безответственного. Дело в том, что вы игнорируете, первое, свои чувства, второе, жертвуете ради, не знаю, ради ребёнка, в общем-то, собой, что никак не идёт на пользу ребёнку, вот, и, в общем-то, только лишь его травмируют, да, но это как бы травмирование, знаете, такое с обезболивающим. То есть, вот, есть травмирование, как бы, прямое, да, есть травмирование, вот, с обезболивающим, вот, то, что вы делаете, это именно травмирование с обезболивающим. Итак, значит, ну, я надеюсь, что вы понимаете, да, что даже при том, что мы советов не даём, ну, как бы, если вы просите совет, да, вот, вы пишите, я не знаю, как здесь дальше, но мы тоже не знаем, вот, поэтому, понимаете, никакие советы вам здесь не помогут, вам нужно разобраться в себе сначала. А разбираться в себе есть, на самом деле, в чём. Вам 31 год, вы рассуждаете так, как будто вам, ну, не знаю, лет 80. Вот серьёзно, если бы я не знал, сколько вам лет, я бы подумал, что вам лет 70, 70, 60, 80 точно. Потому что, ну, вот, на самом деле, ваше рассуждение, это рассуждение очень такого вот, ну, духовно старого человека. Я понимаю, что это у вас говорит усталость, измотанность, но с точки зрения психологии, это вообще-то говорит не усталость и измотанность, а ваша, как бы это сказать, ваша стратегия подавления своих желаний. Вот, если у меня такое ощущение, что вы купили машину, квартиру, участок, пытаясь заполнить внутреннюю поставку, вот, но не получилось. Итак, есть муж, пищевый брак, почти 8 лет. Любимый сын. Давайте по отношениям с мужем. Что общего, что вас объединяет, как встретились? Ну, не в смысле обстоятельства вашей встречи, а что привлекло и как выстраивались отношения. Вы пишите, от мужа я все время много слышал, много обид было и бросал на сцену, и оскорблял, грязи много было, но с ними сохранили. Так, а что вы терпели-то? Знаете, такая штука, вот вы, вот вас оскорбляют, да? Вы терпите, типа ради семьи. Потом, обижаетесь, а потом говорите, а у меня любовь кончилась. Так, а чего ей не кончится? Если вы терпели. Ведь понимаете, какая штука, любовь кому-то может быть только через любовь к себе. Вы себя не любите, не любите мужа. А для сына вы просто жертвуете собой. Я не знаю, из чувства вины, или из страха, или из чего-то еще. Тут не про любовь. Из любви к сыну по-другому бы вы поступили. Но терпя вот это, не любя мужа, соглашая жить нелюбимым человеком, еще, судя по всему, имеет с ним интимную жизнь, как вы можете любить сына. Ну, не знаю. Дальше. Виной были компьютерные игры мужа. Пишите вы, и финансовые проблемы большие. Еще один звоночек в сторону ответственности личной. Игры ни при чем. Проблемы финансовые ни при чем. При чем ваше взаимодействие, где вы родитель, муж и ребенок. Знаете? Вот. А у вас еще матушка Хабарт жизненный сценарий. Можете почитать в интернете. Я думаю, легко себя узнать. Игры ни при чем. То, как вы выстраиваете взаимоотношения с мужем, и то, как вы занимаете родительскую позицию, родительская позиция, естественно, вытесняет все чувства человека. Вот это причем. А муж, естественно, занимает, как бы, ну, вот, соответствующую позицию уже по отношению к вам. Или наоборот. Да? То есть, муж занял позицию ребенка, вы заняли позицию родителей, и все, все хорошо. Важный, достаточно важный момент. Компьютерные игры мужа появились в браке. Если да, то ваше поведение прямая тому причина. Не единственная, скорее всего, но прямая. Игры ни при чем. И проблемы финансовые ни при чем. Дальше. Ребенок любит родителей моего. Ну, то, что ребенок любит родителей, я не сомневаюсь. То, что вы его любите. Не знаю. Не знаю. Про отца ничего не скажу. Не знаю. Про вас могу сказать, что вы с собой жертвуете. То есть, жертвенность, не любовь. Это факт. Если у вас силы для любви при вашем отношении к себе, сказать сложно. Дальше. Живем дальше. Вот опять же, кто живет? Он вновь стал тем любящим мужем, каким был в начале до брака, я внутри умерла. Ну, правильно у вас накопились чувства. Вы как проблему-то решили? Что значит, он стал тем любящим мужем? Но он же не лег спать одним, а проснулся другим. Был же какой-то процесс перемен. Вы же как договорили, вы же что-то решали, вы же каким-то решением приходили? Как строился ваш разговор? Давай сохраним семью ради ребенка? Так что ли? Ну, хорошо. Вы сохранили семью ради ребенка. А второй это ребенок, каким образом? То есть, как бы, вы его не любите, но интимная жизнь есть. Да? Вы сами себе, вы сами на себе поставили крест. Понимаете, никто не говорит о том, что нужно разводиться. Это я на всякий случай, как бы, отмечу. Вот, если у кого-то будут какие-то вопросы. И у вас в том числе. Никто не говорит о разводе. Но отношения, где отношения в кризисе? Ну, надо обратиться к психологу семейному. Хотите сохранить семью? Прекрасно. Замечательно. Гармонизировать отношения нужно. Нет? Вы выбираете просто терпеть. Дальше. Я внутри умерла. Вот уже пару лет из меня утекают силы и рабочие. Ну, я полагаю, что, как бы, связано это вот с тем, о чем я сказал раньше. Я работаю, занимаюсь домом. А зачем? Купила квартиру, машинный участок. А зачем? То есть, это то, чего вы хотели? Вам это, вас это радует? Или как? Да, муж не из тех мужчин, кого называют главой семьи. Ну, а зачем глава семьи, если уже есть вы? как бы, понимаете, вот есть такая закономерность, которую я на протяжении своей практики заметил. Те женщины, которые много говорят о сильном, о сильном мужчине, главе семьи, проектируют эту самую главу, сильную позицию на человека, чисто формально, а по факту ведут себя сами, как глава семьи. Ну, потому что вам же это как-то мысль пришла в голову. Тут, что такое глава семьи? Глава семьи это по сути отсутствие партнерских отношений. Отношений. В партнерских отношениях нет главы семьи. Но вы говорите о главе семьи. Раз вы говорите о главе семьи, в контексте мужа, вам эта мысль в голову пришла и значит автоматически вы ведете себя так, как глава семьи. Бинго. Это одна из причин конфликта. в, ну, в кризису. В семье. Да, он работает, это его предел, я это приняла. Нет, вы это не приняли. Вы это не приняли, иначе бы вашего состояния не было. Вы заставляете себя. Да, но вы не приняли это. Дома тихо, мирно, но я плачу, когда совсем силы сдают, я нахожусь одна. От чего? От чего я не смог понять в вашем тексте, это то, от чего вас сил нет. Я не в том смысле, что вы из муки делаете слона, нет, я верю, что это вам плохо. Я просто хотел уточнить, от чего на данный момент у вас нет сил, от чего вы плачете. Мне кажется, вы плачете по себе. Мне кажется, что вы натурально скорбите, скорбите по себе. Вот вы и пишите, что вы умерли. Вот вы натурально по себе скорбите. при мужа и сына, я не позволяю этого. Видите? Еще одно проявление главы семьи, глава семьи должен быть сильным. Его авторитет непоколебим. Понимаете, почему ваш муж не глава семьи? Он не потому, что он такой, а потому, что уже есть вы. Две главы семьи не уживутся. Может быть, его поведение, вот та грязь, бросание и так далее, это как раз таки и была его попытка остаться главой семьи. Да, неумело, да, деструктивно, но тем не менее. Равно как и компьютерные игры были попыткой уйти от своей несостоятельности, пока он не смирился с тем, что на втором месте после вас. Дальше, эм, так, так, значит, в прямую дефицину я не позволял. А с кем еще? Вот у меня такой вопрос. И почему не позволяется? С чего бы? Эм, раньше мы думали о втором ребенке. Раньше это до кризиса. Будь созрел. Скажите, то, что муж созрел, как-то как-то включает в это факт кризиса, ну, факт наличия кризиса, или нет? Дальше вы пишите, я, я ужасный человек. Интересно, интересно, почему? То есть, у вас обиды, у вас боль, вы не позволяете себе слабость, вы, по сути, тащите благополучие семьи на себе, и вы ужасный человек. налицо завышенные требования к себе, еще одна черта главы семьи. Так, я стараюсь быть хорошей женой и матерью. А это как хорошей женой и матерью? Вот вообще, что такое хорошая жена и матерь? Вот помимо того, что это еще одно проявление главы семьи, что такое хорошая жена и матерь? Кто это? Вот как понять, что я хороший? Мне кажется, что не надо быть хорошей. женой матерью. Может быть просто женой матерью. Такой, какой вы можете быть. Опа! Да? И вот задержка, пишите вы. Вы знаете, я конечно понимал, но она из ниоткуда не взялась. Вы оставляете это за кадром, задержка появилась в следствии ваших действий, вашего выбора. То есть, я к ребенку не готова, ко второму пишите вы, но я должна быть хорошей женой, для человека, которого не люблю. Должна с ним спать с человеком, которого не люблю. То есть, по сути, это изнасилование ко второму ко второму Ну, а как по-другому? То есть, как бы вы назвали секс с тем, кому у меня нет чувств и кого я не хочу, судя по всему. Вот как бы вы назвали это? Так, значит, я задохнулась от ужаса. То есть, понимаете, как-то вот странно, да, получается? Ребенка второго не хочу, боюсь, беременею и ужасаюсь. Понимаете, да, что бывает, когда зажимаешь свои чувства? Такая вот ситуация происходит, да. Дальше. за эти годы я так выжито, я так устал и опустошилась. От чего эта нагрузка беременности присталась мне концом света? Это ваше желание освободиться от ответственности, которая на вас очень сильно давит, которую вы себе не позволяете переложить. у вас нет способа, поэтому вы ищете это сделать такими вот полуэлегальными действиями. Вам это желательно признать. Чем быстрее вы это признаете, тем будет в принципе лучше. Да. Вот. Сейчас пока, что сейчас вот на данный момент вы этого не принимаете, к сожалению. Вот. вы этого не принимаете, конечно, ну, вам как бы будет трудно. Вот. Пока вы этого не принимаете, но в целом я бы сказал, что если вы примете, вот, ну, примете факт того, что вам, вот, ну, что вам тяжело, вот, если вы примете факт того, что вам, ну, что вы слишком много на себя берете, например, то, на мой взгляд, вы получите, по крайней мере, некий шанс на то, чтобы свою жизнь немножко изменить. дальше, мы никуда не ходим, никуда не ездим, не путешествуем, только маленькие поездки для ребенка, детское представление, опять же, жертва. почему мы никуда не ходим? Вопрос, непонятно, почему. Вы, какие интересы у вас? Непонятно. Да, я приняла решение ходить одна, но будут обиды, я устал тащить мужу за руку, куда-то мне это не надо. Обиды у кого? Вы не умеете, судя по всему, вы не умеете коммуницировать, понимаете, какая штука. Вот судя по тому, что вы описываете, вы не умеете коммуницировать со твоим мужем. И на обиды вы как реагируете на обиды вот тоже. Попробуйте мне об этом рассказать, как вы реагируете на обиды мужа. Если это его обиды, потому что я пока не понял, честно говоря, про его ли обиды вы говорите или про свои, то есть кто на голову обижается, я как-то как-то я вот не понял этот момент. Поэтому давайте тут если вам не сложно, да, то давайте как-то вот раскроем, ну, раскроем этот аспект. кто на кого обижается и как бы ну, каким образом, да, и что происходит. потому что, ну, ладно, как бы, ну, обижается муж, ну, и что, тут, как бы, пусть обижается, если вам нужно там, к примеру, куда бы сходить, да, ну, допустим, опять же. Вот. То есть я пока, вот, честно говоря, не очень здесь вижу связь в этом смысле. Между его обидой, да, и вот тем, что вы ходите или наоборот не ходите куда-то. Дальше. Меня тошнило от ужаса, я не знала, что делать, я устала тащить мужик за руку куда-то. Опять же, это вопрос всего между вами общего. Меня тошнило от ужаса. Вам, скорее всего, это не понравится, но здесь уместна такая психологическая игра, которая называется разве это не ужасно? Изучите в интернете. Я не признаю аборты, я за ответственную беременность. Ага. То есть аборты вы не признаете, но родить ребенка вот в такой атмосфере, где вы значит, ну вот по сути несчастны. Это нормально. Странно. Опять же. То есть, как бы опять как будто бы сердце. Понимаете? здесь. Вот здесь. Вот это просто то, что в какой-то степени меня лично я бы сказал смущает здесь. понимаете, да? Дальше, дальше идем. Так, мой мозг и тело впали в панику. Как работать? У меня тяжелая работа в травматологии. Я медседра, у нас много лежачих больных. Как жить? Ну, тут как бы вопрос взаимодействия с ну, в первую очередь с вашим мужем. Вот. Я бы сказал, ну, в первую очередь взаимодействия. Потому что не особо много так скажем проблем и трудностей, когда ну, есть, так скажем, поддержка. Вот. Есть поддержка от, ну, супруга вашего. Понимаете, да? Дальше. Самое главное родить от нелюбимого человека. Ну, как бы, тут вы игнорируете глобальную ситуацию. Да, он любит нас сыном, а разводе речи нет. То есть, вам для того, чтобы не разводиться, достаточно, чтобы он любит вас сыном. Ну, и пересилить себя я не могу. Пересилить себя в чем? Как будто бы есть вещи, которых вы сами себе не признаетесь. Возможно, сказывается сильная усталость. Усталость от чего? Так, тело отреагировало, беременность остановилась где-то нормально, муришь ходит грустно, якобы спрятаться в тенаду и плакать, кричать. От чего? Я виноват, я не хотел этого малыша. А должны были? То есть, понимаете, вам здесь не столько больно от потери беременности. Вот. на мой взгляд по крайней мере сколько от того, что вы не соответствуете тому образу себя, который вы построили. как будто бы. Понимаете, в чем вот в чем штука? По моим ощущениям, по крайней мере. Вот по моим ощущениям дело именно в этом заключается. Дальше жить для меня словно заканчивается, ведь впереди просто череда таких же лет, как сейчас. Ну, это ваш выбор. Могло бы быть два малыша, чтобы было еще тяжелее, я полагаю. Я не справилась, не захотела. А должны были? Я даже не знаю, какого советую вас спросить, я не знаю, как жить дальше, чтобы что, как жить дальше, чтобы что, ведь это жизнь на автомате, от этого только грустнее. Ну, это как бы ваш выбор жить на автомате. Как мне, по крайней мере, это видится, это ни много, ни мало ваш выбор. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы, ну, могу вам сказать сейчас. Вот. В целом, конечно, как-то чувствуется, да, что в основном вы действительно больше здесь выговариваетесь, чем скажем так, формируете какой-то запрос к психологу. И я, ну, в общем-то, не просто так сказал вам, вначале уделил этому много, достаточно внимания, вот. А именно именно вот, ну, вот вашим чувствам, да, я не просто так об этом так много говорил, вот. Потому что запросить эту тему было необходимо, по крайней мере, до того, как я начал, в общем-то, говорить о том, что я сказал. И всё то, что я сказал, всё то, что я сказал, скорее всего, не имеет никакого значения до тех пор, пока вы не снимете свой эмоциональный тонус. Вот. Скорее всего, не имеет смысла какого-либо то, что я сказал. То есть вы, скорее всего, вот, ну, просто не услышите меня, вы, скорее всего, просто не воспримите то, что я сказал. По крайней мере, мне так кажется. Вот. Естественно, я могу быть не забрать. Естественно, я могу ошибаться. Вот. Но пока что мне видится в целом ситуация вот такой. Можете ли вы что-то изменить? Да. Можете. Вам нужна психотерапия. На мой взгляд. Вот. Другой вопрос. Готовы ли вы сами к ней? Вот. если готовы, обращайтесь к психологу, вот, к любому специалисту, и вам помогут. Если нет, если вы как-то вот просто хотели выговориться, ну, вы выговорились, конечно, какую-то обратную связь вы получите, скорее всего, от, ну, от наших экспертов. Вот. но решит ли это решит ли это ваши проблемы? На мой взгляд, нет. Потому что, как мне кажется, ситуация системная, вот, то есть, имеется в виду, это достаточно сильно похоже на определенный такой жизненный сценарий, ну, как бы, вашей жизни. И, соответственно, вы имеете какие-то вторичные выгоды от него. И пока эти вторичные выгоды имеют место, вы от этого сценария не откажетесь. Вот. скорее всего от слова совсем. Конечно, вы вправе мне не верите. Да. Ваше полное право, но тем не менее. Вот такой ответ я мог бы вам дать. На этом я хотел бы свой ответ потихонечку завершать. Вы большая молодец, что обратились за помощью, вы большая молодец, что об этом заговорили, вот, вы большая молодец, что начали обсуждение этого. Вот. Имейте пожалуйста в виду, да, что это первый шаг, и что за ним обязательно должен последовать следующий шаг. Удачи вам! Обращайтесь!